Жительница Перми Олеся Ашгибисова едва не стала жертвой мошенников. Ей пришло смс-сообщение с требованием возместить долг за услуги оператора сотовой связи в размере 500 рублей. В противном случае арест имущества и запрет выезда за пределы РФ. В тексте сообщался и номер, на который нужно перевести деньги. Дело в том, что сим-карты у меня много, и это разные операторы сотовой связи. Я даже не имела понятия, может быть, когда-нибудь действительно я где-то не заплатила. Я решила, что 500 рублей, а это была такая сумма, я лучше заплачу, и у меня не будет никаких проблем. Отправлю эти 500 рублей на этот номер и заплачу, и буду дальше собираться в свой долгожданный отпуск. От опрометчивого шага Олеся удержала подруга. Между тем в Краевое управление Федеральной службы судебных приставов все чаще обращаются обманутые граждане. Одни оплатили мошенникам, представившимся его сотрудниками за должность по коммунальным платежам. Другие заплатили аферистам за предоставление информации, общедоступной и совершенно бесплатно размещенной на интернет-сайте приставов. Наши сотрудники на сайте Авито увидели объявление, где некто предлагал оплатить услугу и предоставить информацию о том, есть исполнительное производство или нет, является должником какое-либо лицо или нет. Люди сами предоставляли этому инкогнито свои персональные данные, а он просто-напросто заходил к нам на официальный сайт и смотрел информацию, которая является и так общедоступной для всех. Судебные приставы в очередной раз предупреждают, сами они не занимаются СМС-рассылкой. А все действия по оплате за должности осуществляются только через сотрудников ФССП России или официальный сайт. Если же появились подозрения на мошенничество, нужно обратиться в полицию или позвонить по телефону. Их номера, а также адрес сайта службы судебных приставов на ваших экранах. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...